Hello everybody, с вами Бадди. Признайтесь, вы пришли сюда, чтобы посмотреть, как какой-то чувак будет употреблять что-то несъедобное. Я прав? Добро пожаловать! Это я пока сейчас веселюсь. Дальше будет хуже. Ну что же, Дэниел Рэдклифф мне прислал снова эти замечательные конфетки и просил передать, что его любимые с козявкой. Мы попробуем их. Если вы не знаете, что это за именно волшебные конфетки, то я вам сейчас расскажу. Это конфетки, вот такие вот бобы с абсолютно разными вкусами. К примеру, банан, вишня, трава, тухлое яйцо, сопельки, то есть козявки, лимон и много другой чепухи. Я уже хочу их. Вот, короче, полный список. И знаете, что я вам скажу? Я сегодня попробую их все. Сегодня мы сделаем коктейль из этих классных конфеток и этой кока-колы. Посмотрим, что будет, если их смешать. И надеюсь, это будет не сильно противно, но вам это точно интересно, как и мне. У меня уже иммунитет на эти конфеты, я могу каждую съесть. Чёрт! Это ужасно. А, ну мне, Дица, не нравится конфета с сосиской. Вроде как самая более-менее съедобная конфета с сосиской из несъедобных. Но, чёрт возьми, конфета со вкусом сосиски. Ну да, конечно, а то конфеты со вкусом козявки, так норм, типично. Короче, мне сегодня придётся пострадать. И, ну что ж, погнали. И выясняю, сколько я всего конфеток положу в этот замечательный бокал, стакан, неважно, я не знаю, как называется. Мы выясним с помощью карты в Майнкрафте. Суть будет такова, сколько раз я умру, столько конфеток я и положу в этот стакан. А если я умру больше тридцати трёх раз, именно столько тут конфет, то есть тридцать и конфетки, Я сам подсчитал. То я точно их положу все, вот. Но, чувствую, это какая-то не особо лёгкая, и карта называется Одна жизнь, то бишь, если мы немножечко упадём, что-то с нами стучится, короче, мы сразу умираем. Живот, готовься. Моё пузо, ух, оно нервничает. Нервничает. Ну и, конечно, я вас очень сильно попрошу, я буду страдать, а вы, вы будете всего лишь на это смотреть. Так что, пожалуйста, поставьте палец вверх, и если под этим видео наберётся очень много лайков, то я продолжу делать подобные челленджи. Придумаю ещё что-нибудь интересное. Короче, обязательно поставьте лайк и напишите в комментариях, чтобы вы хотели видеть в следующем видео какие-то челленджи, эксперименты, карты. Короче, напишите в комментариях, чтобы вы хотели видеть следующее видео подобное. Короче, вы знаете, что делать. Лайк, комментарий и... Понеслась, ух! Итак, это карта, которая, как вы видите, у меня всего лишь одна жизнь, и встаём на эту нажимную плиту, чтобы пройти туториал. Итак, и... и у нас тут есть три класса. Чтобы выбрать класс, нужно нажать на кнопку. Итак, класс спидстеров, это если мы хотим быть флэшами. Я люблю флэша, но... И давайте, короче, выберем его. Это кит регенерации, а это какой-то типа защиты. Это, короче, защищённый кит. Окей, давайте сначала выберем флэша. Нажимаем на кнопочку и... Туториал. Деревья. Итак, я напоминаю, что мы должны считать, сколько раз я умру. И... ну, пока я не умер. Короче, моё каждое падение может быть способствовано тому, что я умру, и... Я бы вам показал пример, как бы я умер от одной жизни, но... Точнее, с одной жизнью. Ну, чего-то я сейчас в этой данной ситуации делать этого не хочу. Ооо, я жив, курочка, ты спасла меня! Я, короче, походу на неё облокотился, и... Здоров, курятины! Я пока не умер. Отлично. Вот вам яйца ваши. Так, я не хотел. Ну, она просто от радости бегает. Ну, и... Нажимаем на кнопку, отлично. Вау, сколько тут этих летучих мышей. Они Бэтмены. Бэтмены пришёл, чтобы посмотреть на Флэша. Итак, ладно, давайте скорее продолжаем. Уровень первый, и тут-то мы точно умрём. Давайте теперь возьмём Кит Хеллера. И давайте его ассоциируем тоже с каким-нибудь супергероем. Супермен. Теперь я буду Суперменом, окей. Так, уровень П... Я так понимаю, лучше мне не касаться как-то, окей. Так, на меня наложена регенерация, и это была первая. Итак, ну, знаете, можно вообще сейчас вот здесь сразу и засыпать их все. Но у меня вот тут вот самая первая лежит вот такая. Смотрите, какая красивая. Знаете, с каким она вкусом? Блевоты. Ну что ж, первая конфета, лети в наш стакан, и... Давайте теперь возьмём Дефендера, то есть Защитника. Походу, мне нужно упасть на кактус, чтобы не разбиться. Ой, я не умер! Ну, типа, я умер, но я мог возродиться. Тур... Подождите. Я не знаю, это считается за то, что типа умер, но... Окей, ладно, план. Думаю, все будут согласны, что это будет считаться. И вот такая вот следующая. Короче, я кладу. Думаю, скоро наберётся там большая куча. И... Так, теперь нужно спрыгнуть туда, но... Давайте попробуем прям в тростник. О, ладно, ещё одна. Итак, снова будем флешами. Раз, два. О, тут я постоянно умираю. Вот тут, вот тут, конечно, мне не очень везёт. Так, а, наверное, тут нужно упасть в воду. Окей, давайте попробуем. И... Да! Ёб... Чтооооо? Серьёзно? Чё за бред? Чё за бред? Ну, 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 да ладно! Так, теперь нам, наверное, нужно упасть в воду. Ну, давайте, короче, пойдём в воду, тихо! Да, это вода. Итак, давайте искать... О, я вижу, эта кнопка, что ли? Нет, там какой-то чувак. Так, всплываем. Мы не успеем всплыть, я знаю. Давайте над ней что-нибудь искать. У нас должна быть какая-то, я так понимаю, кнопка или... О, ладно. Ничего страшного. Итак, теперь давайте выберем вот эту вот регенерацию. И, конечно же, конечно же, типичная конфета. Да-да-да. Больно? А ты не представляешь, как мне больно, когда я опускаю эту конфету, что я умер, типа? Надо было торопиться! Так, ещё одно. Уже семь. И это только второе испытание. Понятно. Ну, точно все буду. Я так и думал, что я буду пробовать все. Короче, ладно. Воду. И ещё в воду. Кстати, смотрите, как красиво. Вах прям. Итак, кнопочка ты где, пожалуйста, найдись. Может, как-то за блоками тут. О, ну ладно. О, это с травой, моя любимая. Да, я люблю конфеты с травой, и чё? Кстати, вкусно, серьёзно. Так, плюс одно. Да. Тупанул, тупанул, тупанул. Надо в конце вам все перечислить, какие тут вкусы есть, чтобы вы понимали, каково мне сейчас будет. Ну, я всё ещё на первом уровне. Точнее, да, это даже не второй, а первый. Вот она, кнопка. Она тут была. Так, пока не умер. Ес. Наконец-то я прошёл первый уровень. Теперь, надеюсь, таких не будет кактусов где в самом начале. Ну, ладно. Переходим ко второму уровню. Выбираем спидстера. И теперь у нас ад. Итак, о, кстати, я не совсем умираю при падении. И это очень круто. Тихо. Так, а что теперь делать? Так, ну попробуем сюда упасть. Отпрыгнул! Это батут! Так, ладно, я теперь понял, что сюда можно прыгать. Но это не спасёт меня. Это не спасёт. Давайте попробуем сразу на второй батут. Я не знаю, может быть, у меня получится. И... Хей! Вот так вот на батуты ходи. Ага. О, смотрите, я прыгал на чёрное. И, короче, остановились. Вот. Теперь, походу, мне снова придётся прыгнуть на такое же чёрное, чтобы остановиться. И... Давайте попробуем. Зараза. Посмотрите. И что там много? Мне кажется, мне нужна вторая пачка. Ну ладно. Если вы поставили лайк, то в следующий раз я две пачки возьму сразу. Вообще, вообще, можно вот взять и просто высыпать их сейчас в тебя. Хотя, как там, до хрена, они не... Может быть, есть шанс хотя бы от одной избавиться. Знаете, в данном случае будет даже одна. Если я не положу ещё одну, то это будет норм. Итак. Аккуратнейшим образом. Я не знаю, как тут можно аккуратнейшим образом, конечно, действовать. Но мы постараемся. О, подождите, слушайте, а если я встану вот на эту штучку, на это ребро и... Гори, гори, ясно, чтобы не погасло. Иди сюда, конфета. Вот тебе привет. Ха! И давай! О, макарена! Так, а если мы упадём туда дальше, может быть, там какой-то батут есть? А, упс. Кстати, у меня появилась идея. Очень классная идея. А если тут... Так, я забыл получать конфету, всё нормально. Если с первого, сразу прыгнуть в этот батут. И... Вау! 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 Я не умер как-то! Я не умер! Я не знаю, как я не умер! О, я уже хотел конфету вложить. Да, вы знаете, прям рука тянулась. По автомату. Ну, не, по... Вы поняли. Итак, эээ... Блин, а что теперь-то делать? Наверное, надо как-то спрыгнуть вот всю... О, на полублок! Мм! Мне почему-то кажется, что у меня больше не полу... Это, кстати, чёрный перец. А, это конфетка с чёрным перцем. Ладно, ладно, всё. Влад, ты был готов к тому, чтобы пробовать всё. Поэтому, что ты ноешь? Пролетел чё-то немножко. Трёхочковый. Ей! Прыжок! Я как-то это сделал. Я как-то это сделал. Я не знаю, как я это сделал. Я как-то отпрыг... У меня получается. Короче, теперь нам нужно прыгнуть на полублок, который находится... Здесь! Он здесь! Так. В смысле? Как? Почему? Может, там как-то тоже надо шифтить, прыгать? Так. Я нажимаю просто все кнопки, shift и пробел. Я не знаю, я как бешеный какой-то. Чтобы, естественно, не разбиться. Так, ладно, может быть, у меня и так сейчас получится? Так, я тут, кажется, конфетки две не положу. То есть... Берём, значит, и... Ну, кстати, коробочка опустошилась. Но их не так много. Окей. Карту нам нужно бы до пройти, поэтому... Просто теперь я не буду ложить конфетки. Возможно, пойдёт всё быстрее. Это очень бесяво. Очень. Ну, так, где кнопка? Эй, я теперь ещё и кнопку не найду. Давай. Да. Итак, ладно, у нас тут всего лишь три уровня осталось. Надеюсь, я пройду их по-быстрому. Уже всем не терпится, чтобы я попробовал конфеты. Ну, ничего, не жалко меня. Так, ладно, вот отсюда. Чё? Так, почему-то туда у меня не прыгает. О, ну, зато прыгает сюда. Тут какой-то паркур. И, и... Здравствуйте. Так, сюда-то у меня прыгнет? Да. Так, теперь отсюда, наверное, вот сюда. Тут ещё паркурчик. Слушайте, а дальше вроде как уровни легче. И теперь осталось только найти кнопку. Вот она. Здравствуйте. Реально легче, блин! Почему первый уровень не такие сложные? Четвёртый уровень. Так, давайте возьмём опять спидстера. Я люблю флэши. И, о, там пауки, походу. Ну, ладно. Только не ешьте меня, пожалуйста. Я допрыгнул. Так, в этой вагонетке чё-то есть. Ах, вот так. Вы даже не оставили мне ничего. Окей. Так, ну, летим дальше. О, наверное, смотрите. Надо отсюда попасть до паутины. И, ну, короче, если у меня сейчас будет скорость, скорость. Может, там ещё внизу паутины есть? Смотрите. Так, ладно. Давай! О, я попал! Так, теперь вот сюда. Кстати, эта паутина стоит в виде... Ну, напишите в комментарии, видите, чего вы думаете. Я, конечно, ни на что не намекаю, но... О, упала. Так, теперь, наверное, нам нужно попасть, наверное, уже в эту паутину. Мы по паутине... Не, реально, мы человеки-пауки, блин. Наверное, лучше в ту. Сверху её, кстати, плохо видно. Так, теперь, наверное, спрыгнуть нам нужно на этот заборчик. Слушайте, я прошёл много испытаний, поэтому... Поэтому я надеюсь, что всё будет нормально. Наверное, надо было в вагонинку запрыгнуть. Давай, давай, давай! Есть! Ха-ха! Да ладно! Теперь в эту. Я не разбился! Я каким-то образом не разбился, но мы нажимаем на кнопку, чтобы проходить дальше испытания. Осталось последнее. Ох, карта, ты меня замучилась. Итак, так, тут у нас вообще вода. По сути, мы можем сделать... Или это не вода? Ну, давайте попробуем. Это что было вообще? В... Окей. Короче, видимо, это не вода, а это стекло. Окей, оно выглядит как вода, почему-то у меня. Итак, нам нужно просто прыгать, наверное, проходить такой паркурч... Я не могу возродиться. О! Я жив! Я вышел в главный меню, зашёл и я... Не знаю, как это сделать. Я не знаю, честное слово. Ладно. Теперь всего лишь прыгаем по этим. Точнее, просто спускаемся. Я не знаю, это лиан или... Как это назвать вообще? Ой, тихо! А теперь что, куда? Так, там вроде ничего нет. Видимо, на вот этот вот забор. Так, наверное, теперь нужно спускаться вот по вот этим. Короче, давайте и... Вот сюда и... Да! Где кнопка? Она тут. Так, и, видимо, мы... Не, мы карта прошли. Фу! Наконец-то! На это ушло много времени, но... Настало время... Самого интересного. Ну что же, то, чего вы ждали и... Итак, открываем кока-колу. Как-то оно не очень, знаете. В рекламе она звучит более сексуально, так прям... Окей. Ну, открываем её и... Удостоверим, что это кола, а не потому что я хочу просто пить, потому что у меня горло немножко пересохло. Мне точно нужно сниматься в рекламах. Ну ладно, ну что же. Теперь наша задача заделить кока-колой эти самые бобы. Посмотрите, их сколько. 33 штуки, насколько я понял. Может быть, больше, может быть, меньше, но... Ну, вроде 33, я сам посчитал. Кстати, там одна конфета осталась, чё? Серьёзно, ах ты хитрюгах, скажете вы мне вы. Короче, я серьёзно, почему-то осталась одна конфета. Плюс одна. Хотел, значит, уйти от ответственности. Короче, с какими тут всё-таки вкусами конфеты? Я сейчас точно... Короче, у меня есть приложение, которое типа фотки переводит. И посмотрите, господи. Детская кроватка. Чё? Он перевёл именно бобы почему-то... Ладно. Банан, чёрный перец, сопельки, сахарная вата, вишня, корица, земля, дождевой червь, ушная сера, трава, зелёное яблоко, зефир, гнилое яйцо, колбаса, лимон, мыло. Тут те фрукти, рвота, арбуз. Напишите свой любимый вкус. Ладно. И это всё сейчас попадёт в меня. Вместе с Кока-Колой. Короче, не будем медлить и... Итак, сейчас мы это сделаем и... Всё, нет пути назад. О, боже мой. Ну, я думаю, этого количества хватит. И, короче, наверное, их нужно на некоторое время оставить. Они уже растворяются. О, боже, они уже растворяются. Ну, пахнет пока Кока-Колой. Надеюсь, Кока-Кола не перебьёт весь вкус, так скажем. Но они там начинают растворяться. О, боже, посмотрите на это. Знаете, нет, пахнет не очень противно. Но уже не Колы, уже что-то есть от этих бобов. И, вау. У Кока-Колы, мне кажется, начинают приобретать другой цвет. Смотрите, некоторые уже растворились. Ох, боже мой, что я делаю? Она реально начинает терять цвет. О, боже мой. Ой, это выглядит вообще ни разу не аппетитно. Так, ну, если что, у меня запить есть Кока-Кола. Фу. Знаете, чем она пахнет? Сахистками. Серьёзно. То есть, мой самый нелюбимый вкус. И это не пахнет. О, боже. Смотрите. Вы серьёзно хотите, чтобы я это выпил? Ладно, я сам хочу. Так, ладно, наверное, нужно их ещё, чтобы они постояли, так скажем. Хотя, короче, попробуй сделать вот так, ладно. И, фух. Так, ладно. Сравните цвет этой Кока-Колы и этой. Нужно вот так вот. Это классно. Это супер. Нет? Серьёзно, я не думал, что он такой оттенок приобретёт. Ладно, вроде как. Не, она реально пахнет тут всем вот и как раз всеми этими конфетами. Ну, ладно, уже всё. Так, фух. Итак, надеюсь, вы готовы? Я-то. Влад, ты готов? Да, я готов. Уже сам с собой разговариваю. Ладно, может быть так? Нет, ладно. Запах не такой мерзкий. О, ладно. Не то, что я ожидал. Серьёзно, оно... Оно, я не знаю, как описать. Больше всего почему-то сразу бросается... Больше всего почему-то сразу бросается на вкус... Тути-фрути, то бишь... Как жвачки. Блин, ну оно... Оно очень мерзко, но... Типа, я чё, должен это всё... Ладно, я должен, типа, это всё выпить. Вот это. Всё. Хорошо, что я немного налил. Смотрите, оно всё ещё хуже оттенок приобретает. Ну, просто... Какая же... Ладно. Короче, делаю теперь большой глоток. Я сделал маленький и... Мурашки по коже. А-а-а! Смотри, у меня серьёзно мурашки по коже. Так, ладно. Теперь нужно закусить. Раз уж начал... Раз уж начал, борюсь до последнего. О, боже мой. О, боже мой. Ладно. От Кока-Колы осталось немножко. Тутти-Фрути очень чувствуется. Господи. Вы просто посмотрите, что стало с конфетами. Ладно. Не, ребят, это изюминки какие-то. В каждом коктейле должна быть изюминка. Не, не, не. Ладно, это не так противно, как казалось бы, возможно. Давайте. Короче, я на руку не хочу ссыпать, но... Итак. Не, ребят, запашок от них реально мощный. Вот это серьёзно. Я не могу вам передать, естественно, вкус. Не могу вам рассказать. Это неприятно. Это вот серьёзно. У меня более-менее организм, но... Не знаю, я... Есть такие люди, которые вообще бы сейчас, наверное, блеванули аж от этого. Я более устойчив в чём-то. А в чём-то нет. Я, блин, пью эту... Господи. Короче, после этого ролика я чувствую, я буду в обнимочку с кокем. Это мой друг Талит. Они просто вот, посмотрите, они реально выглядят ужасно. Но, знаете, они такие разноцветные, всё равно красивенькие. Давайте, короче, я какой-нибудь попробую, что с ней случилось после Кока-Колы и... Так, вот это что это за белое? Так, вот какая-то белая. Я не пойму. Я не пойму, что это? А что, если это тухлое яйцо? Нет, теперь мне тоже всё ни по чём. Но я придумал, как сделать так, короче, этот коктейль более безумным. Но, короче, это будет в будущем. А может быть... Короче, реально, вкус изменён. Так, моя любимая зелёненькая. И это со вкусом травы. Это яблоко, блин? Или это арбуз? Это арбуз. Так, вот это я понимаю чёрный перец и... Наверное, сегодня наш челлендж подошёл к концу. Ладно, ребят, коктейль реально получился очень неприятным. Я реально сейчас держусь, чтобы как-то закончить более-менее нормально. Ладно, ребят, не пробуйте эту фигню. Смотрите, как я пробую я. Чё? Ну, ладно. Я это готов делать. Мне это самому интересно, серьёзно. Ладно, в следующий раз мы попробуем сделать что-нибудь пожёстче. А пока я сделаю то, чего, возможно, очень ждали. Я возьму горсть. Вот такую вот горсть. Ну, короче... Блин, они такие липкие, фу. Короче. Короче, короче, короче. О, короче. Ну, всё, у меня вошёл. Не, как-нибудь потом. Боже мой, это ужасно. Вот... Ладно, друзья. Я надеюсь, что вам понравилось это видео. Вы поставили лайк. Надеюсь, что очень надеюсь, что вы поставили лайк. Если вы хотите больше подобных челленджов, то обязательно поставили. Написали комментарий. Не нужно было их в рот все засовывать. Зачем? Ты дурак. Ты просто мог выпить. Если вдруг ещё не подписаны на мой канал, конечно же, подписывайтесь. С вами был я, Бадди. Всем удачи. Всего новых встреч, друзья мои. Пока-пока-пока.